Приветствую вас со стороны. Ваша ситуация выглядит так, что вы ставите свои интересы выше интересов ребенка. Со стороны выглядит так, что вы руководствуясь чувством вины, руководствуясь еще какими-то чувствами, гиперобегой может быть, может быть, чем-то материнским со стороны, ну с вашей стороны, ну с вашей стороны, чем-то материнским руководством. Вы последнее дело вредите ребенку. То есть вопрос стоит ни много ни мало так. Вам дороже кто? Ребенок или муж? Вопрос стоит так. Почему ребенок для вас менее важен, чем муж? Если ребенку нужно лечение, если ребенку требуется лечение, то почему вы размышляете? Почему вас останавливают? Почему вы не считаете, что ваш муж справится сам с проблемами жизненными? То есть вы продолжаете вести себя так, по отношению к нему, как будто он ребенок. Я полагаю, что именно по этой причине, именно по причине того, что вы вели себя, ну с ним как мама. Да? Ну вот. Я полагаю, что именно по этой причине он от вас и ушел. Собственно говоря. Это мое такое мнение. И именно поэтому он вам интересуется только вот в сексуальном плане. Вот. Понимаете? Какая история. То есть вы ведете себя с ним с точки зрения психологии как родитель с ним, а по отношению к себе вы ведете как жертва. Ну и да, чувство вины есть, о котором вам сказал мой коллега Кудрущев Игорь Леонидович. Ну вот. То есть... То есть... То есть... Тут вот... Такая история. Тут... Такой момент. Вот. И... В общем... В общем-то... В этой ситуации... В общем-то... В общем-то... В общем-то... В общем-то четко определиться с приоритетами. То есть... Да, у вас... Очевидно... Очевидно... Есть... Моральные... Принципы. Очевидно... Что они у вас имеются. Очевидно, что их у вас... Достаточно. Вот... Но... Моральные принципы это хорошая история. Когда... Речь идет... Действительно о таких вещах. Не вас. Вот. Можете вы... Там... К примеру, обойтись без... Тех же... Ну... Алиментов. Да. Могли вы, точнее, могли обойтись без тех же алиментов. Ну... Соответственно... Обходить. Теперь, когда вашему ребенку нужна помощь... Ну... Не очень понятно, просто всем руководствует... Вот... А... Какое здесь противоречие-то? Противоречие основное, да? Какое здесь противоречие? А... Противоречие такое, что... С одной стороны, ребенок... Которому требуется лечение... И... С другой стороны... Муж... Который не хочет идти на плечи и всячески вами манипулирует. И вы почему-то выбираете мужа. Не ребенка... А... Музе. И вот у меня простой вопрос. Следующий аспект... А... Значит... На который я обратил внимание, да? Вы пишите, значит, что я теряю уйму сил и нервов, уговорить мне дать эту справку. То есть тут... Эм... 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 То есть я, конечно, опять же, не знаю, но, чтобы лучше ситуацию понять, на мой взгляд, надо бы, наверное, рассмотреть, почему вы начали ссориться. Такое ощущение, что, вот, как вы их пишете, значит, «До этого жили вместе 6 лет, есть сын сейчас 3 года, последний год в сомнительной жизни, вы, наверное, не выносим, мне мысль никогда не доверял, постоянно во всем подозревал, докапывался до каждого слова взгляда». Вот, ну и, вот, что побудило вас с этим человеком, находив вам, ну, в отношениях. «Почему, почему вы с этим, с этим человеком в отношениях были?» То есть, ну, это очень важный момент. Он вас подозревал, он вам не доверял, это явно неуверенный в себе человек, это явно ненадежный человек, вот, неуверенный в себе, ревнивый и так далее, вот, и вы с ним, значит, свою жизнь связали. Понимаете, вот история ваших отношений тоже называется проработка. Я не уверен, конечно, что вы будете это делать, официально, но, тем не менее. Ну, вот, значит, вы пишите, что, вот, мне чужого не надо, готовы даже свое отдать, чтобы про меня лишнего не думали, это вот повышенная, ну, ориентированность, скажем так, да, на внешнюю, ну, на внешнюю, на внешнюю сторону, на людей с повышенной ориентированностью. Вот. Такая вот история. И, соответственно, это уже к вам, как бы, вопрос. Почему вы так боитесь, э-э-э-э, а вот, что у нас подумают лично, лично вам? Кто хочет, тот и думает, э-э-э, думает, э-э-э, что угодно про вас. Почему вам, э-э-э-э-э-э, не все равно? Вот. Что это? Это вот такой момент, на мой, ну, на мой, на мой, на мой взгляд. Вот, в принципе, так. А, далее, значит, э-э-э-э, что еще можно выделить? Ну, мне кажется, что вы не цените свои заслуги. То есть вы, вот, э-э-э, именно себя мало хвалите, для себя мало живете, для себя вы, или недостаточно что-то, э-э-э-э, мало чего делать. Вот. Мне кажется. Вот. То есть тут идет обесценивание, обесценивание своих заслуг. Вот. Ну и, э-э-э-э, значит, тот факт, что вы выбрали вот такого мужчину, да, это говорит о, вообще, вообще заниженной самооценке. Вот. Которую нужно повышать. А, естественно. И, э-э-э, значит, иначе вашему ребенку действительно будет очень тяжело. Вот. То есть пока я вижу, что вам нужно, вот, именно учиться, э-э, принимать и требовать то, что действительно ваше. и работать, э-э-э, с тысячными границами. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. Так вот выглядит, э-э-э-э-э-э, ваша история. Так выглядит ваша э-э-э-э-э-э-э-э-ситуация. Ну, на мой взгляд. Что еще добавить? Значит, то, что он чинил, это за должность не сходишь, на должность это только имущество приобретенное. То, что он делал, никак это не доказать вам. Вау. Ну, вот. Значит, ну, в принципе, все, Алина. В принципе, все. Значит, как поступать все собственными моральными принципами и как реагировать на подобное поведение мужа. А что у вас за собственные моральные принципы? Какие они? И как это учитывает интересы ребенка? Вот ваши моральные принципы. Тут вопрос, на который нужно ответить. Сука, с этой реакцией на поведение мужа. Ну, какая может быть реакция? Человек просто истерит. Человек просто, он просто истерит. Реагировать нужно? Нужно. Никак не реагирую. Со смехом. С юмором. Вот. Можно игнорирование включить. И вообще не вести никаких разговоров. Только так. Но если вас это задевает, то вот именно с тем, что вас это задевает, нужно работать. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личику. Буду рада на ночь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.